Впустите русскую песню в общество Эти слова, услышанные мной из уст Галины Михайловны Дробышевской почти 20 лет тому назад, стали своеобразным эпиграфом каждому из пяти фильмов, снятых томским телевизием на протяжении этих лет и посвященных удивительно красивой женщине, ее песенному творчеству, ее судьбе педагога-мастера, судьбе, ставшей примером безграничной верности и полной самоотдачи фольклорному искусству, изучению его истоков, пониманию глубины и неповторимости народной песни. Взвейся, ты мой голубой очек, Ой, да си, си закрыла, Никит... Что такое быть счастливой? Это один из тех вопросов, на которые непросто сформулировать ответ. Но, пожалуй, сегодняшней программой я попытаюсь дать этот ответ всем, кто захочет вслушаться и услышать его. Ах, как это важно суметь услышать в каждой звучащей музыкальной фразе, в каждом произнесенном слове, наполненном задушевностью, теплотой и искренностью, а главное – безыскусной правдой, той правдой, из которой соткано народное творчество, живительный и неиссякаемый источник мастерства, а значит, человеческого счастья. Варкуно, 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 очи вси закрыли, ланьки, Ты, мой варкуно, очи вси закрыли, Ой, да ты, ты зачем и пошел? В гости ко мне не лета, не летаешь, Ты зачем и пошел? В гости ко мне не лета, А-а-а-а-а-еш, Ой, да, да, разве голосу Моего-то ты не слышишь, Ты не слышишь, Разве голосу Моего-то ты не слышишь, Ты не слышишь, Ой, как мой, ой, как мой голос Я, допустим, выросла в семье тоже музыкальной. У меня бабушка очень хорошо пела, она украинка. Был у них дом крестовый из веранды, она в самопряху крутит, придет, а сама заливается соловьем. Даже останавливались, люди слушали, как она поет, потом папа у меня был, очень хорошо пел, притом так пел, всегда с закрытыми глазами. Он сам довольствовался своей песней, как он поет, видимо, поет обязательно у него с закрытыми глазами. А мы в техникум, я училась еще, был у нас профессор из Москвы, эвакуированный сюда. И спросили его кто-то, почему петух поет с закрытыми глазами? А он мне говорит, да потому что он ноты знает наизусть. И вот я потом подумала, наверное, папа так знает, без нот, но поет с закрытыми глазами. Ну вот я, а когда уже я взрослая стала, дети свои пошли, тоже они все слышали песни, мы компанию собирали, сами в гости ходили, всегда с песнями. Все поем и поем и поем, всякие народные песни, они же все слушают, и поэтому привыкают к этой песне, я так думаю. Если бы он не звучал, эта музыка и песня, так они откуда бы взяли такое влечение к этому. Ну и мы маленькие сначала слушали, конечно, а потом и сами потихонечку стали к этому общему действию присоединяться. У нас ведь пятеро было в семье, и поэтому семейных праздников было достаточно много на году. И к каждому этому празднику мама старалась приготовиться по-особенному. Я помню до сих пор, что один из любимых праздников, наверное, у всех, это Новый год, и мама по ночам после работы, уставшая, находила время, чтобы шить нам карнавальные костюмы, чтобы сделать нам этот праздник необычным. Я помню, как она сделала мне костюм Лилии для какого-то представления в школе, я была на вершине блаженства, потому что я, по моему понятию, тогда была самая красивая, когда пришла на ёлку в школу. И вот эта музыка, которая в доме была, несмотря на то, что жили небогато, жили трудно, и все-таки инструменты были, и гитара, на которой мама играла. И вот эта музыка, она осталась во мне на всю жизнь. Я думаю, осталась и в брате моем, и в сестрах моих осталась, и, наверное, перейдет следующее поколение. И, конечно же, музыка в доме положила начало моей профессии. Она в школе все время читала поэмы, стихи, и песни пела. И я ей сказала, говорю, тебе все-таки надо, наверное, пойти по этой линии. У тебя есть такая тяга к этому. И так она и послушала меня, пошла. Вам нравится, как она поет? Нравится. Нравится. У нее голос такой спокойный. Она немножко назыки, но, похоже, иногда бывает поет. Какой все-таки музыке прикипала больше всего ваша душа? Ну, вот к таким, как вам сказать, переживательным таким песням, мелодичным. Ну, вот «Пуховый платок» мне нравится песня. Галя у нее всегда ее поет. Отец, муж мой, когда живой был, он даже плакал всегда с этой песни. У него мать тоже умершая сирота, и я сирота, без матери выросла. Так вот, никакой праздник не проходит, никакое собеседование без этой песни. Мы обязательно ее поем. И мы все поем. Мне нравится это. Душевная эта песня. Отец, муж мой, когда снежная мгла вдоль дорог, Ты накинь, дорогая, на плечи Оренбургский пуховый платок Я его вечерами сдала Для тебя, моя добрая мать Я готова к тебе, дорогая Не платок Даже сердце отдать Чтобы ты в эту ночь не скорбела Прогоню От окошка пургу Сколько б я Тебя, моя, не жалела Все равно Пред тобой я в долгу А уже я, после того, как Занялась народным пением профессионально В какой-то степени, наверное, повлияла на выбор И моих близких В своей будущей профессии Если говорить о сестрах То С Ниночкой мы очень много пели И она в хоре у меня занималась Правда, сейчас далеко Очень от нас живет В Краснодарском крае И Света И в хоре занималась у меня И потом Профессия музыкальная В общем, не обошла ее И она к этому имела То есть склонность определенную Я ведь тоже Когда-то училась В культпросветучилище Дирижевское хоровое отделение Работала я в культуре До 85-го года Ну вот параллельно училась в институте И потом вот перешла в школу работать Поэтому я и пела и в хоре у Гали Было такое Только недолгое время Вот как раз когда я училась Была студенткой культпросветучилища Вот Поэтому так получилось Что я, видимо, больше как тяготела к детям Вот перешла в школу работать И Наталья Теперь уже директор Томского центра сибирского фольклора Музыка стала ее профессией Она занимается Образованием детей Привлечением их Приобщением их К национальной музыкальной культуре Когда я повзрослела немножко Галя повела, убедила И повела меня все-таки в хор русской песни Завод резчих инструментов Хотя в то время я не имела ярко выраженного народного голоса Но именно там Она как педагог Вот смогла поставить его Извините за нескромность Но тем не менее долгие годы потом я пела Пела именно народные песни И пою сейчас Правда уже не на сцене, наверное А больше все-таки в кругу друзей Либо семьи Но я полюбила народную песню Вот она прониклась в душу мою И, наверное, все-таки изначально Там генетически было заложено То, что мы должны уметь петь народную песню А Галя как педагог помогла Раскрыла На лету, на лету, на лету На лету, на лету В деревне течет Речка течет Не кончается Я люблю его все крепче А он не влюбляется На лету, на лету На лету, на лету На лету, на лету На горе шумят сосенки Поля веет свежестью А у милого глазенки Голубые снежности Доретим, доретим Доретим, доретим Доретим, доретим Доретим, доретим Силой ловкостью Хвалился, на палец На палец разум свистел За ограду засыпился И до зорьки провисел Музыка, на лету Музыка, конечно же, и повлияла на привязанности моих близких И муж пел в хоре И мальчишки все время были рядом И Алеша, младший, с школы закончил фольклорную Сейчас в театре фольклора поет И я рада, что и внучечка моя как-то к этому приобщается Но надо сказать, что и в семьях моих сестер Ребята тоже занимаются музыкой А сын моего брата Виктора Которого, к сожалению, уже нет с нами Студент первого курса музыкального училища Я полагаю, что вот эта атмосфера В которой в семье была все эти годы Она сохранится в наших детях И эта атмосфера помогала нам выживать Помогала нам быть дружными Помогала нам и в трудные, и в счастливые минуты Эта атмосфера объединяла нас И, наверное, это главное Когда в семье есть что-то, что людей роднит Духовно роднит И делает их близкими не только по крови Но еще по каким-то другим внутренним человеческим качествам Димочка, а что осталось в памяти из самых первых впечатлений Связанных с музыкой? Было все очень просто Был хор Тиза Были репетиции И дома мне оставаться страшно не хотелось Это было отвратительно Поэтому я где-то там болтаюсь под ногами Стоят люди, много людей Они поют Мама стоит немножко вдалеке Как всегда, внимательно очень слушает Потом вот так Стоп! Неправильно! И начинает петь сама То есть показывает то, что нужно сделать Спасибо Таша, заторопила и они Твой зачин, как рассказ И они заторопили Девочки, подхват Так же, как бабусики поют в деревне Спокойно, размеренно Все рассказать, да? На улице До Сказать все И не забывайте, пожалуйста, о диалекте Давайте еще разочек попробуем Все спокойно Безыскусно все должно быть Пожалуйста Возникало уважение такое Что вот так много людей Смотрят на нее Очень внимательно слушают А потом пытаются повторить И то, что она им показывает Ну вот, наверное, самые первые такие впечатления То есть в эти моменты, в общем, как-то, наверное, все замирало И было так Я тоже замирал Хотя, в общем-то, мне дела не было Ну, поют люди, поют привычные А каково сейчас ваше отношение к народной песне? А очень трудно формализовать Это созвучие Просто когда эта песня звучит Не обязательно ее петь Можно просто слушать Что-то внутри звучит в ответ Вот и все Ты бесконечнее, чем небо Красы тебе не занимать Здесь даже зорьи пахнут хлебом Всем сердцем хочется сказать Сибирь родная Земля без края 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 Я часто думаю, почему именно народная песня Стала, так сказать, основным направлением моей профессиональной деятельности. Ведь в училище культуры я поступила на академическое отделение. Постановкой голоса со мной занималась одна из известных педагогов Валентина Мишина. И, казалось бы, наверное, это направление могло встать в моей будущей профессии. И, тем не менее, наверное, какая-то генная память все время подталкивала к общению с народной музыкой. Я слушала, ходила на концерты. И вот то потрясение, которое я испытала, когда слушала звучание профессионального народного хора, наверное, во мне и осталось, и подвинуло меня на то, чтобы сделать это своей профессией. Когда звучит хор, и в исполнении хора звучит народная песня, это ощущение совершенно необыкновенное. Это единение духовное, это единение чувственное. И как дирижер я как бы методически не должна была петь вместе с хором, но мне всегда хотелось вплести свой голос в общее звучание. И я иногда позволяла себе такую роскошь и пела вместе с хором, хотя как бы вот и не должна была этого делать. И сейчас иногда с хором пою. Я испытываю от этого огромное наслаждение. О, горе, горе, дали беду не по-малому, а что выросли до белые перья по-нему. Что выросли до белые перья по-нему, А то не перья, да то девичья красота. Я, горе, 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 дали беду не по-нему, А то не перья, да то девичья красота. Или у девки да не расчеса на коса. И у девки да не расчеса на коса. Или же века до себе сына. А теперь тебе за моя зоня не гулять. А теперь тебе, маму и девчонку. Субтитры создавал DimaTorzok Хотелось бы сказать о том, что она человек самоотверженный во всех своих проявлениях. Чего бы ни касалось дела, прежде всего она старается жертвовать. Вот это первое, что приходит на ум. Ну а потом еще такие есть моменты очень важные. То, что она, ну можно быть жертвенным, но когда пожертвовать нечего, собственно говоря, легко жертвовать. Она богата и щедра. Богатство не в том понимании, которое, к сожалению, у нас сейчас, так сказать, единственная трактовка существует. А в общечеловеческом смысле. И все, что у нее есть, все резервы, ресурсы своей души, сердца, она всегда старается отдавать людям. По крайней мере, я всегда чувствовал к себе такое отношение. Ох, некой моя тарявая 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 тарявая... У меня, как у дирижера, как у исполнителя, есть своя особая привязанность. Это проголосные лирические крестьянские песни. Вот ни один человеческий голос, уникальный голос солиста, не способен передать вот ту затейливость плетения человеческих голосов, когда они вместе поют проголосную народную песню. Наверное, сравнить можно это с работой кружевницы, шиващицы, не случайно именно во время своей работы чаще всего такие песни рождались, когда они вплетают, вплетают в узор этой песни и шелест листвы, и птичий щебет, и ручеек, который течет, и вплетают свой голос. И когда песня звучит, то начинаешь понимать, что звучит нечто необычное вокруг тебя. Весь мир звучит, вся природа звучит. И ты в ней как составная часть, как вот та капелька. И понимание вот этого вселенского мироощущения, оно необыкновенное. Особенно, когда вот работаешь над этими песнями в контексте какого-то обрядового действия. Они ведь, эти песни, несут тогда в себе такое мифическое настроение, состояние. Они, эти песни, звучат иногда как заговор, как оберег человека от каких-то сложностей, от каких-то болей, от каких-то невзгод. Особенно важно тогда, чтобы исполнители участвовали душой в том, что они делают, чтобы они чувствами эту песню передавали, не столько голосами, и не важно уже тогда, насколько силен или слаб твой голос, а сколько чувством. И тогда песня состоится, и тогда она потрясает не только самого человека, но и тех, кто эти песни слушает. Травка подкошенная, Вот и только ли она подваленая, Сохня, Ой, и да, В поле крап, Ой, В поле крапка сох, Ой, Сохня, В поле крапка сох, Ох, 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 В поле крапка сох, Сохня, Жэ, Ана, Пацы, В поле крапка сох, ПОЮТ НА КАНАЛ Моя профессия подарила мне радость общения с очень талантливыми людьми, которые живут и работают в нашем городе. Прежде всего, конечно же, Владимир Федорович Лаврененко, Виталий Сотников. До сих пор учусь у него самоотверженности и умению работать. И, конечно же, мои коллеги в колледже культуры, и Лена Чупахина, и концертмейстеры Виктора Якубовского, Владимир Жемчужников, Геннадий Сафронович Черненький. Всех, в общем, не перечислить, потому что за 35 лет работы, после того, как я закончила училище, очень много красивых, талантливых людей встретилось на моем пути. И особенно всегда волновало и радовало, что когда вот эти люди по профессии самые разные, но вдруг объединяются в каком-то проекте, в какой-то программе, и звучит в их исполнении народная песня, народная музыка, это вот такое единство душ и единство творческих пристрастий, это всегда волнует. На речке, на речке, на речке, калина гнется, Милый, со мною надолго упраскает, Как звездочка с неба упала, Дождь голубого длина, Не скоро увижу я дорогого. Быстрая речка, Не пей ты, Волною верит В сердце За летку Дождется Сердечко верит Кружатся в речке Не тонут Слова признания Жаль, что на свете Любви нет Без растаманья Ух! Семь цветочки Кандычочки Горов стручки Милки в ручки Денег не то Рок меняем Делок не то Не гуляем Давай спляшем Раздакажем Выпадкулы Всем покажем Топчи землю Грибы будут Моргай чаще Любить будут Ух! Семь цветочки Я, наверное, человек достаточно счастливый И хотя мне иногда кажется, что я своим мальчикам Чего-то не додала, потому что должна была дать Много тепла и душевного тепла и любви своим ученикам В любой профессии это важно В искусстве это особенно важно Если ты их не любишь Если ты не готов им передать частицу себя То, наверное, результат хорошим не будет И, конечно, мое особое удовольствие Когда я встречаю уже повзрослевших своих детей Учеников своих Уже состоявшихся Уже таких, которые приводят ко мне снова в колледж Учиться своих воспитанников И я благодарна судьбе за то, что в этом плане я состоялась И таких учеников много в Томской области И мне кажется, нам с коллегами удалось создать такую стройную систему Когда народная песня, начиная с самого детского возраста Снова возвращается к людям Возвращается к людям Мы многое утратили за эти годы Но вот волна – это возвращение народного искусства Осознание людей, себя в этом искусстве Она идет И мне кажется, это очень ценно ПЕСНЯ 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 Наша культура, это наша духовность, это то, чем всегда Россия славилась. Это, по-моему, то единственное, что и дальше сможет нас объединять, несмотря ни на какие сложности нашего бытия. Это главное в россиянах – духовность и культура. Если мы будем вместе этому преданы, и если это будет нашим кредо в жизни, Россия всегда будет такой, какая она есть – сильной, мощной, гордой и красивой. Я гляжу на тебя с тоской, я боюсь, ты уйдешь навсегда, И погаснет над нашей рекой в небесах молодая звезда. Жизнь открыта недобрым ветрам, Только истинный выстоит храм. Ты мой сын, ты сын России, Не молись чужим богам. Гнутся деревья, гнутся к земле, Ты не согнешься. К дому родному, даже во мгле, Снова вернешься. К дому родному, даже во мгле, Снова вернешься. Тростники все шумят над рекой, Я на помощь к несчастным иду, Я зажгу над родимой землей, Среди туч золотую звезду. Трудно соколу в небе лететь, Трудно песню о родине петь. И никто, никто не знает, Сколько нам еще терпеть. Гнутся деревья, гнутся к земле, Мы не согнемся. К нашим истокам, даже во мгле, Снова вернемся. К нашим истокам, даже во мгле, Снова вернемся. Край родной нашу веру возьми, Будем жить, только правдой дыша, С нами троится вечной любви. Мать исты, и святая душа, Только истины выстоят в храм, Мы вернемся к своим родникам. И пока жива Россия, Вместе петь и плакать нам. И пока жива Россия, Вместе петь и плакать нам. Гнутся деревья, Гнутся земле, Мы не согнемся. Истинной верой, Даже во мгле, Вместе спасемся. Гнутся деревья, Гнутся земле, Мы не согнемся. Истинной верой, Даже во мгле, Вместе спасемся. Истинной верой, Даже во мгле, Даже во мгле, Вместе спасемся. Истинной верой, Истинной верой,